Музыка За окном наступила зима и вскоре начнется череда зимных праздников. В преддверии новогодних праздников под пристальное внимание попадают хвойные и зеленые насаждения. Каждый житель республики хочет видеть в своем доме символ нового года. Это новогодняя сосна или ель. Однако с целью экономии денежных средств, а порой просто из-за халатного и небережного отношения к природе, люди прибегают к незаконным способам их приобретения. С целью предупреждения возможных последствий данных деяний администрация города Красный Луч предупреждает, что согласно статье 8.25 Кодекса об административных правонарушениях ВНР, частью 1 предусмотрена административная ответственность в виде штрафов для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 20 тысяч рублей, на физических лиц предпринимателей от 20 до 50, а юридические лица заплатят от 50 до 100 тысяч рублей. Также частью 3 данной статьи административного кодекса ВНР предусмотрена ответственность и за незаконное приобретение, незаконно заготовленной древесины. За данное правонарушение граждане заплатят штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица от 20 до 30 тысяч рублей, физические лица предпринимателей от 30 до 100, юридические лица от 200 до 500 тысяч рублей. При этом нарушители должны будут возместить ущерб, нанесенный зеленым насаждением. В случае, если ущерб, нанесенный зеленым насаждением, превысит минимальный размер оплаты труда, то к данным лицам будут применены меры уголовной ответственности, согласно статье 320 Уголовного кодекса ВНР. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет, а также штраф в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда. Наряду с вышеизложенным хотелось бы обратить внимание на часто задаваемые вопросы относительно охоты на территории Республики. Сообщаем, что в настоящее время на территории ВНР охота не разрешена. Приказом Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ВНР от 1.10.2018 номер 317 утвержден перечень зимовальных ям, мест зимовки водных биоресурсов в осенне-зимный период 2018-2019 на реках и водохранилищах ВНР, на которых лов водных биоресурсов запрещен с 1 ноября 2018 года. К запрещенным местам лова рыбы на территории подведомственной администрации города Краснолуч относится территория Штеровского водохранилища в радиусе 250 метров от дамбы, то есть от плотины. Еще раз обращаюсь к жителям города Краснолуч в прилегающих населенных пунктах. Будьте бдительны, не подвергайте себя к административной и уголовной ответственности за правонарушение природоохранного законодательства. По всем интересующим вопросам в области экологии и природопользования вы можете обращаться по телефону 220-36 или прийти в здание администрации города Краснолуч, кабинет 505-507, это сектор по охране окружающей природной среды. Здесь вы получите любые консультации по интересующим вас вопросам.